Ну что ж, продолжается встреча Чемпионата высшей лиги области по хоккею с шайбой Матч за третье место, в котором встречается хоккейный клуб Саров Инвест и хоккейный клуб Уран в городе Держинск После первого периода наша команда проигрывает со счетом 3-0 И пока для нашей команды складывается все не совсем хорошо, как вы понимаете Очень быстро Саровчане успели в первом периоде пропустить 3 шайбы И пока что не получается им распечататься в ворота хоккейного клуба Уран Будем надеяться, что во втором периоде наша команда будет получаться лучше, чем в первом Посмотрим Дается пока сохранить шайбу Саровчана В зоне противника Кликнер Дает передачу на синюю линию Фидосов Бросок поворотом, рядом со штангой проходит шайба И вылетает, с сожалению, за пределы хоккейной площадки Выигрывает Саровчане в сбрасывании Бросок поворотом, рядом со штангой Бросок поворотом, рядом со штангой Придачу на пятачок отдавал сейчас Багрусев Миронов там опять один на пятачке копается Землю роет, землю роет, зоколый ворот хоккейного злоба Саров и не ешь Братухин Братухин Такая передача в центр Кликнер Клистаков Синюю линию, бросок поворотом Питает шайба от Пиманкина Возможно, добить И Александр Малов шаби же сжимает ловушкой Братухин Братухин Есть опасные моменты Поворот кокенового клуба Уран Но Не удается пока Сарабчанам Открыть счет В сегодняшнем матче Будем надеяться, что все изменится Алинин Входит от защитника Дня Получает, наверное, раз в пять по рукам Нападающий хоккейного клуба Саров И удаление будет в составе хоккейного клуба Уран Наверное, Кликнек заработал его А Сарабчану на площадке шесть Фидоса Разыграет численное большинство Наброс на ворота Не удалось Сарабчанам Шестером создать Какой-то опасный момент в ворот И Манкина Посмотрим, может быть, удастся Реализовать численное большинство Сарабчан Нужно как-то Команде сравнивать счет Уточная передача Шайба выходит из зоны Держинска Кликов Входит в зону Передача на Нашу нападающего И очередная атака В воротах хоккейного клуба Саров Инвест Что-то не совсем сегодня ловится игра У Саровчан Даже нечисленное преимущество Держинска очень неплохо обороняется Бросок по воротам Была подставлена клюшка Но Мой шайба Выходит Из зоны гостей Сегодняшней встречи Сарабчанам придется Начинать атаку заново Очень много потерь Держинска Держинска Очень точная передача Держинска Да Численное большинство Прошло в средней зоне Для хоккейного клуба Саров Инвест Кликнет Хороший проход Бросок по воротам И Игорь Савинкин Становится автором первой Заброшенной шайбы Сегодня У команды хоккейного клуба Саров Инвест Да Не стояли Не разыгрывали А просто атака с ходу Игорь Савинкин Был на острие атаки Конечно Очень неплохо Обыграл Сергей Крепнев Защитника подпустил 3-1 Продолжается атака Держинска Очередной бросок И Нажимает шайбу Александр Малов Меняется пятерки Я думаю что Матч еще сулит Много интересного Напомню вам Первая встреча закончилась Со счетом 3-1 В пользу Надержинска Сегодня Уже В середине Второго тайма Счет Такой же Только Восравчане Играет у себя Дом Мороги Начередной бросок Малов Играет Играет ловушкой Играет ловушкой Фиксирует Главный арбитр Матча Брасывание Будет переносено В среднюю зону Из берегенной зоны Начинает Своя тата Хоккейный клуб Саровинвест Опять неточная передача Шайба Вновь в зоне Сарапчан Вводит шайбу в среднюю зону Калашников, вставление на Полякова Наброс на ворота Ставка была на то, что шайба от щитка отскочит И возможно кто-то сможет из партнеров добить Выходит шайба из зоны Сарапчан Начинает свою атаку Держинск Очень быстро проходит они в среднюю зону Какая-то катаваси сегодня проходит в обороне Сарапчан Не удается быстро вывести шайбу из зоны Тем самым Держинск уже успевает перехватить всех игроков Чуть не прошла передача сейчас на Христакова Проброс, наверное, будет сейчас Нужно взвинчивать темп с Сарапчаном Передной бросок Шайба Отскакивает в угол Овенкин Удачная Федосова Клепнёк Предполезный краю Оставление на Калинина Наброс Клепнёк Оставление Оленин Бросок поворотом С очень острым углом Успевает Федосов к шайбе Очередная атака 2-1 Вываливается Из-за Александра Малова Которая, по-моему, попала в коньки защитнику Передача на пятачок И очередной бросок Поворотом Стоящую бомбардировку Испытывает сейчас Александр Малов Вновь бросок поворотом Попадает Сейчас шайб уже Останется на Калякова Атака 2-2 Каляков Колень на Калашникова Бросок поворотом И вновь Пиманкин Скушает себя уверенно Очередная атака У Держинска С выходом из зоны Сразу получаются Атаки 2-1 2-2 Очень опасные такие Моменты В тактике Сыровчан Немножко Есть промахи Калашников Южного края Уходит бросок С острого угла Удобный бросок Для Пиманкина Хороший бросок Ярослав Селякин Становится автором Второй заброшенной шайбы С подзащитника Хороший кистевой бросок По-моему, в дальнюю девятку Шайба попала Очень здорово Вот Счет уже 3-2 Становится Возвращается Киста Саров-Инвеста К игре В состоянии Что-то противопоставить Команде Держинска Две минуты Будет в составе Кокейного клуба Саров-Инвест За подножку Отправится На скамеру Михаил Малафеев Да, не совсем удачно Сейчас Применил силовой прием И Ногами попал Медведева Что ж, численное Большинство В площади ворот Находился сейчас Угрок Стоит Браверан И бросить Не переносится В среднюю зону Ветеран Шайбу Свою зону Выводит Возможно Получится какая-то атака небольшая, чисто в голову сейчас ударил хоккеист Курана, Сергей Клепнева, но судья не показывает, что были нарушены правила. Продолжается встреча. Непонятные события сейчас произошли на площадке. Почему так решил арбитр? Мне не совсем ясно вообще. Вообще судейство в этом году против нашей команды это какой-то ужас. За нарушение экипировки, так как Сергей Клепнев не поехал сразу на скамейку Струхляков без шлема. Включает хоккейный клуб Сорохин место очередные две минуты и уже втроем команда остается против кировки. Время на табло правильное. Киркестов Дзержинска. Нужно нашей команде, конечно, выстоять. Замудряется Зазнобин выбросить шайбу у своей зоны. Потому что сейчас на скамейке запасных у нашей команды кипят просто страсти по этому удалению. И четвертая шайба в воротах хоккейного клуба Сорохин Вест. Как по мне это судейство просто отвратительно. Сейчас... Григорий Иванина номер четвертый. Фейб забросил Никита Миронов номер пятьдесят лет. Выбрасывает Соровчане шайбу. Продолжается игра в большинстве для Дзержинска. Да, очень обидно такие моменты, конечно. Особенно в связи с судейством совсем понятным. Явно нарушение правил со стороны Дзержинска. Но... Так было не раз уже в этом сезоне. Имиграем. Выигрывает Соровчане сбрасывания. По линиям. Сильный сбор. Шаровые ходы. Изгонаем. А вот Реон. Сергея Калинина. И очередные две минуты сейчас показывает главный арбитр. Но это ли не правда, а? Ну не было же ничего. Он сам наткнулся на Калинина. Игрок к кино клубу Дзержинска. Дзержинска. Какие-то подкутные судьи сегодня опять на площадке. Это высшая лига. Это не первая лига в области, как в прошлом году. Но... Тем не менее... Не совсем справедливо это все. Да, после таких вот моментов я думаю, что могут опуститься руки в Соровчан. И выбрасывать Федоса в шайбу из своей зоны. Ну еще играть почти полтора периода и может еще измениться. Клепнева по краю, чтобы выйти в центр, но уже втроем. Идут на Сергея Клепнева. Веденья Клепнева. Идет Путерброд. Удается отдать передачу защитника. Продольная передача. Успевает Калашников перехватить. Отличное действие Калашникова Выводит соровчанинных шайбой Своей зоны Удается пока Виржурский в зоне расположиться Одно силовой прием Обозлились соровчане Вот хороший прием Сейчас от Константина Полякова Да, зубы наша команда может показать Накал страстей на площадке Очень сильный Раскален до такой степени Что Буду довести и до драки Калинин Второй круг заходит Сергей Очень опасно Открылась силовая борьба Или нет Ну и грязно, конечно Как если Дзержинский играет Это Не передать словами Так, чтобы не видеть судья Почти Спод тишта Ну, хотя игра Контактная Поэтому Удивительно И мало Хорошая передача Клепнёв Не получается Бросок у Сергея Бросок по воротам Шайба Кладает в щитки Киманкину Соровчане пока шайбу За собой сохранили Потому что устала команда Много сил потратили на игру В меньшинстве Удаляться от Дзержинского Дзержинского Команде Вывести шайбу В своей зоне Зоны Калашников Борется в углу Поляков Перед по краю Две минуты давать Что происходит Бросок по воротам И шайба в воротах Калашников Становится автором Третьей заброшенной шайбы Молодцы Забросил Андрей Калашников Номер 44 Очень хорошо сыграл сейчас Константин Поляков Не сдаётся наша команда Борется до последнего И показывает зубы О, сейчас как Нехорошо Сыграл игрок Урана Чисто в ногу Бил Нахаэла Малафеева Да Очень некрасиво Сыграл игрок Дзержинского Зудар соперника коленом Большим и дисциплинарным До конца игры штрафом Наказан Денис Тихонов Отправляется В раздевалку Денис Тихонов За удар коленом Печатный матч штраф В следующем матче Он точно заиграть не будет Да Но так нельзя Надеюсь, что у Михаила Малафеева Всё Закончится хорошо И без серьёзных травм Дальше встречу Он уже Провести не сможет Фидосов Проходит по краю Вновь пока не удаётся Сыровчанам Реализовать большинство На этом выгнали 5 минут Но Расположиться в зоне соперника Пока не удаётся Точная передача Плохая могла Получиться атака Останавливается Своими воротами Шайбу Александр Малов По средней минуты Второго периода И минута остаётся До Начала второго Перерыва Сходит С клюшки Шайба У Кристантина Полякова Едер Стыкается На сеню линию Кудаса Походить на сеню линию Можно бросить Но Выходит Дениса Принято Примеем Вбрасывать шайбу В зону Примеем Перехватить С Сыровчанам Заканчивается Второй период Добавили Наши Кристы Примеем Продолжение следует...